Минфин дает оптимистичный прогноз. Там уверены, что рубль обязательно укрепится в начале следующего года. В этом не сомневается министр финансов Антон Силуанов. Какие меры предпринимаются для поддержки банковской системы России, узнаем у Алексея Коваленко. Добрый вечер, Леш. Добрый вечер, Евгений. Правительство следит за финансовыми рынками и делает все возможное для стабилизации ситуации. Об этом через несколько секунд. Спонсор рубрики – компания Телетрейд. Госдума приняла закон, который позволяет осуществить докапитализацию банков на 1 триллион рублей через агентство по страхованию вкладов с использованием механизма облигаций федерального займа. Документ был принят депутатами в первом чтении и в целом. Такая докапитализация банков через АСВ позволит увеличить капитал банковской системы примерно на 13%, что частично нивелирует потери от повышения курса валют. Центробанк может ввести ограничения на разницу между курсами покупки и продажи валюты в обменных пунктах. Это связано с тем, что в последнее время зафиксирован рекордный разброс цен между покупкой и продажей валюты. На этой неделе в Краснодаре разница в обменниках доходила до 30 рублей. Если ограничения будут приняты, то банки будут обязаны выдерживать минимальное значение между покупкой и продажей в пределах 2-3 рублей. А разница в обменных пунктах будет одинаковая. В компании Телетрейд каждый желающий может повысить уровень своей финансовой грамотности и научиться зарабатывать на самых высокодоходных инструментах современности. Это все на сегодня. Будьте оптимистами и помните, без хозяина деньги черепки. Все, что не евро и доллар, сегодня черепки. Я бы так перефразировал эту пословицу. Это был наш экономический обозреватель Алексей Коваленко, а мы идем дальше.